Железнодорожная экспозиция Пространство 1520 Про движение экспо История локомотива строения в России От 19 до 20 века Предстанет перед нами Во всей красе Локомотив Символ железнодорожного транспорта Именно появление паровоза В начале 19 века Послужило толчком к бурному развитию Железных дорог Стальная сеть соединила города и страны По всему миру Сплотила народы Изменила уклад жизни и ход Самой истории человечества Изменила понятие о времени И пространстве Итак Приготовьте свою съемочную технику До незабываемого парада Заслуженных локомотивов Осталось несколько секунд Дорогие друзья Наш салон Единственный в мире На котором происходит демонстрация Железнодорожной техники Не только стационарно Но и на ходу В прошлом году Исполнилось 185 лет Железным дорогам России Сохранению раритетов Этой давней истории Компания Российские железные дороги Удивляет особое внимание Ярким свидетельством Этому служит Уникальная экспозиция Нашего музея Который впервые Принимает в своих стенах Железнодорожный салон В этом году Исполняется 20 лет Компании ОАО РЖД И все эти годы Мы не просто сохраняем Уникальные исторические машины Но и восстанавливаем их До рабочего состояния И сегодня у нас премьера Мы присутствуем На первом показе Возрожденного старинного паровоза Серии «Мягкий знак» Да-да, была и такая Перед нами действующий локомотив 19 века Поприветствуем ветерана Аплодисментами Паровозом управляет машинист Михаил Александрович Стукавов А вот еще один уникальный раритет Легендарная овечка 1905 года постройки Овечка — это ласковое прозвище Произошло от звучания серии ОВ Что означает основной тип С парораспределением Системы инженера Вальскарта В то время фамилии конструкторов Были неотделимы от их творений Эскизный проект паровоза Которым управляли герои Произведений Андрея Платонова И Виктора Астафьева Был разработан в 1891 году Рабочие чертежи Выполнили конструкторы Коломенского завода Паровозом управляет машинист Павел Анатольевич Некрасов Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Подобные своей непобедимой неброскостью русскому солдату, пахарю или рабочему Перед нами одна из таких машин ЭУ 68332 Знаменитая ЭУшка, легендарный Эковский Проект паровозов серии Э разработан в 1912 году Выдающимся конструктором Вацлавом Лапушинским И инженером Михаилом Правосудовичем на Владикавказской железной дороге Паровозом управляет машинист Андрей Юрьевич Неминущий Субтитры создавал DimaTorzok Мы стоим и глядим на дымок паровоза Так поется в замечательной дорожной песне Дунаевского Наши дедушки и бабушки в путях дорога своей судьбы стояли у окошка поездов Любуюсь в окошко вагонное, пейзажами под стук колес И глядели на тот самый дымок паровоза впереди состава И чаще всего этим паровозом был СУ Знаменитый Сормовский усиленный Самый массовый пассажирский локомотив России Который сейчас приближается к нам Поприветствуем его! Паровозом управляет машинист Василий Васильевич Рязков Поприветствуем его! А сейчас перед нами грандиозный локомотив Внедрение которого когда-то преобразило весь наш железнодорожный транспорт Встречаем знаменитого Феликса Паровоз серии FD Феликс Дзержинский Для грандиозных грузовых перевозок будущей индустриализации Потребовалось создание принципиально нового товарного локомотива Гораздо более мощного Таким паровозом стал FD Он спроектирован группой конструкторов Центрального проектного бюро в Коломне В 1931 году всего за 100 дней Под бдительным наблюдением Транспортного отдела ОГПРУ Которому обязан своим появлением И названием Пятитоновый свисток Звук которого был слышен за десяток километров И стал знаменитым символом именно советских паровозов Буквально историческим аккордом наших железных дорог Который сегодня слышим и мы Паровозом управляет машинист Виктор Юрьевич Люлюк А вот и паровоз СО. Он является ярким примером становления собственной советской школы проектирования паровозов. Созданный в 1934 году на Харьковском заводе под руководством молодого конструктора Павла Шаройко и других его коллег, этот паровоз получился более мощным и быстроходным, чем распространенные тогда паровозы серии «Э». При этом для СО не нужно было усиливать пути и удлинять поворотные круги, чего непременно требовали тяжелые «Феликсы». Доброго пути, друженику «Локомотиву». Паровозом управляет машинист Василий Андреевич Игольницын. Доброго пути, дружинка «Локомотива» Доброго пути, дружинка «Локомотива» Мал, но удал. В данном случае эта пословица как нельзя более уместна. Танк-паровоз серии 9П, то есть девятый тип промышленный, был сконструирован на Коломенском заводе и выпускался с 1936 года. Эта машина, предназначенная для маневровой работы на путях заводов и фабрик, была в полтора раза мощнее, чем мягкий знак. Паровозом управляет машинист Валерий Анатольевич Лесняк. И вот перед нами предстает знаменитая «Лебедянка», один из самых популярных отечественных «Локомотивов». Ближе к окончанию Великой Отечественной войны перед советскими конструкторами была поставлена задача создания паровоза близкого по мощности богатырю ФД, но с существенно меньшим весом. Это было вынужденное требование из-за плохого послевоенного состояния путей. Слава круженику-паровозу! Паровозом управляет машинист Андрей Леонидович Зыка. КОНЕЦ Поприветствуем локомотив серии «ЛВ» – образец последнего магистрального паровоза постройки СССР. Созданный в 1952 году группой конструкторов Ворошиловградского завода как глубокая модификация паровоза серии «Л», этот паровоз воплощает в себе инженерный итог векового развития отечественных грузовых локомотивов. Паровоз вобрал в свою конструкцию все лучшее, применявшееся в то время в мировом паровозостроении. Водоподогреватель, воздушный привод колосников, вместительный тендер емкостью более 23 тонн угля и 45 тонн воды, высокоэкономичный, мощный, неистащимый котен. Поприветствуем «ЛВ» и «Мы»! Паровозом управляет машинист Сергей Сергеевич Пензюков. Поприветствуем «Л». В завершении как бы самой паровозной эпохи, представшись сегодня перед нами в образе живых, горячих локомотивов национальной коллекции России, мы приветствуем знаменитую победу – пассажирский паровоз серии «П-36». Самый популярный в мире советский паровоз. Проект его был создан в 1949 году под руководством конструкторов Коломенского завода «Льва Лебедянского» и «Геннадия Жилина». Паровозом управляет машинист Валерий Анатольевич Федоров. Всеобщая электрификация СССР позволила начать, массовое внедрение электровозов. В 1953 году конструкторами Новочеркасского электровозостроительного завода был создан мощный двухсекционный восьмиосный грузовой электровоз постоянного тока Н-8. Долгое время эта машина оставалась самым мощным электровозом в стране. Электровозом управляет машинист Владимир Евгеньевич Оханов. В 1962 году на железные дороги Советского Союза начали поступать пассажирские электровозы ЧС-2, разработаны и изготовлены в Чехословакии заводом «Шкода» в рамках работы Совета экономической взаимопомощи социалистических стран. Наряду с электровозами ЧС-1 и ЧС-3 эта машина стала одним из первых специализированных пассажирских электровозов в СССР и первым по-настоящему массовым электровозом. Было построено почти тысяча их экземпляров. Электровозом управляет машинист Сергей Анатольевич Ильюченко. В 1979 году эстафету скоростных перевозок между двумя столицами принял новый чехословацкий электровоз ЧС-6, разработанный специально по заказу МПС СССР. Вот он появляется перед нами. Наряду со своим старшим братом электровозом ЧС-200 он был и остается самым мощным пассажирским локомотивом в мире. Его двигатели развивают мощность 11420 лошадиных сил, что позволяет легко водить поезда длиной до 25 вагонов со скоростями до 160 км в час. Электровозом управляет машинист Иван Владимирович Смирнов. Дорогие друзья, каждый из представленных сегодня локомотивов по-своему уникален. Но все они являются яркими техническими памятниками своего времени. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok